Всем привет! Это новая рубрика «Отдал-открылся», а называется она так, потому что гость в студии откроется для зрителя с новых разных ракурсов и подарит болельщику свою личную вещь. Костя, у тебя такое уютное жилище, может, на меня в суд они попадут, мне кажется, на тренировку, в спортзал, на какое-нибудь там, на преступление, я решил так, что этот портфель достанется тому человеку, кто... Собой. Сегодня в нашей обновленной студии появится любимчик болельщиков, наш защитник Константин Морозов. Так, мы начинаем. Костя, привет! Давай начнем с того, что ты такой необычный член команды, ты вроде бы и не новичок в этом сезоне, а и уже такой бывалый игрок. Я намекаю на ту историю, когда ты уходил из команды, а потом возвращался. Куда-то я поехал, да, и не кривя душой могу сказать, что, ну, и познаю все сравнение, знаешь, и я был там не в своей тарелке. Плохого не хочу ничего сказать, там ни в коем случае, то место, куда я ездил, да, но душа моя, я привык здесь ко всему, к антуражу, к этому, к людям, к болельщикам, прикипел. Это не для красного словца сказано, это правда, потому что это не, ну, мое окружение не даст соврать, как я переживал все это, да. Ну, в плане, что я хотел здесь быть, да. Как я, этот период отпуска, я, наверное, и не отдохнул нормально, потому что, ну, на иголках было чуть-чуть. Вот, и еще раз скажу о том, что, как все закончилось, слава богу, я этому очень рад. Ну, тогда перейдем о том, как ты переживал. Тебя считают одними из самых эмоциональных, таких эмпатичных игроков. Хочется перейти к такому жизненному вопросу. Как ты все-таки переживаешь взлеты, падения? За твою карьеру, наверное, было всякое. Ну, ты, если так, если я правильно называть, словом мнительный я человек, там, ну, как это, да, который накручивает себя, это... Ну, да, это мнительность. И, ну, поражение я их принимаю всегда, и вообще по жизни, и в футболе, да, но переживаю я их тяжело, я не могу, чтобы это ни случилось, так щелкнуть пальцем, и как будто этого не было. На моем лице всегда все написано, я не могу скрывать. Ну, вот, а как ты переживаешь? Лежишь дома один, или наоборот, там, как-то пытаешься идти гульнуть и забыться? Я, ну, я не разговариваю ни с кем. Когда вот что-то плохое, там, и мама моя знает, и жена знает, ну, и друзья, и это, наверное, плохо, с одной стороны, потому что, ну, может, надо это высказать, как бы, там, близким, да. Если вот мысли мои можно записать, квад, война и мир, книга, это вообще, она, знаешь, отдыхает, там, столько всего в моей голове. А ты читаешь? Я не читаю. А, ну, да. Я, кстати, я к примеру тебе привел, что там много всего написано, а вот сколько моих мыслей летает в моей комнате, да, там, когда я нахожусь наедине с вами, с собой. Давай настроимся на такую позитивную волну и поговорим о твоем самом запоминающемся матче за историю Амкара. Вот что тебе такое яркое, классное запомнилось? Ну, я думаю, что последние две игры, потому что они были тоже важны очень, ну, и по турнирным таблицам, да, много там стояло. Люди, которые, как бы, близкие к футболу вообще знали, там, у нас могла звезда обогнать, там, еще что-то, я это все знал. И, ну, так получилось, что мяч попал в голову, мне два раза, да, там, я забил, там, в последней-последней игре. Вот, и самое важное, ну, для меня было, это, знаете, как, это лучше. Вот наркоманы, они же там колются себе, там, что-то кайфуют от чего-то, да. А я, вот этот момент, когда болельщики кричали, там, мое имя, ну, я просто расслабился, там, на полторы минутные найти, просто запомнил это. Ну, я хотела спросить про любимую кричалку от болельщиков, значит, это твое имя? Ну, да, они вот кричали, скандировали мое имя, мне было очень приятно, ну, ради этого, наверное, ну, так сказать. Трудь, человек кайфовал очень сильно, реально, да, потому что это у нас все надолго запомнилось. А на улице подходит к тебе, знает? Ну, было пару раз, я не скажу, что очень много, но было пару раз, да. Мы вот ходим тут играть в компьютерный клуб, там уже нас все знают, на самом деле, в интерн-клубе. Вот, там, в городе, на набережной один раз, там, мальчик подошел. Ну, было пару раз. Костя, новый сезон, новый состав, кто-то ушел, кто-то остался, по кому скучаешь, и кто остался, кому ты рад? Ну, с того года, много ребят, кто покинул команду, вот, с кем я очень сильно общался и плотно, да, их тоже много людей нет в команде. Ну, я до сих пор на связи, вот, с тем же Дауром, с Никитой Дроздовым, мы очень часто созваниваемся, там, с Фомой, ну, со Славой. Молодой парень, как-то, так сказать, прибился к нам, знаешь, в свое время, вот, на связи, ну, не хватает их. Ну, вы с Кайковым такие неразлучные. Не, ну, сейчас нас разлучило кое-что. Что произошло, что случилось? Вчера было так все весело на фотосессии командной. У Кайка, у Кайка, любовь появилась. Переехал от меня, теперь я на базе один живу, видишь, в компьютеры не так часто ходим. Он перестал играть с тобой в компьютерные игры? Не, он не перестал играть. Кстати, вот, сколько я просил, он говорит, пойдем, 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 пойдем. И вот он несколько дней назад, два дня подряд, там, прям, пошел, поиграл, да, и нормально. Так что, ну, вот, оставил, он с Кайм, да, из тех, ну, маркеял, конечно. Ну, Денис сейчас посмотрит и все поймет. Я не хочу про него спрашивать, я его боюсь. Он мне потом опять что-нибудь скажет на тренировке. Ты я жена, да, например? Я, ты знаешь, как мы ругались? Я звоню Диме, Дима, это у меня стресс. Я жена, Галина. А знаете, такой прикол был в интернете, список негодяев, типа, какая-то была шутка, но это, там было более неприличное слово. Я звоню подружке, Лиза, мы сейчас пополним список негодяев. Костя, мы переместились в раздевалку, я здесь вообще впервые. Это какое-то запретное место. Здесь бывают только футболисты, наверное, и Дима, больше никого нет. У вас тут такое распределение. Ты сам выбирал себе шкафчик? Нет, я с командой собралась раньше, я попозже приехал. Ну и все, я зашел, я знал, что Кай меня рядом посадит, вот он здесь. Ну вот, как в детском лагере, знаешь, кровати рядом стоят. Да, здесь Кай сидит, я, Боча, Маркел, Зэм, тут Тюк сидит. Ну, короче, меня просто к себе они посадили, и все, я не убирал места. О безменениях в новом сезоне, о новшествах в тренировочном процессе? Ну, требования остались, ну, мы их знаем, ну, как бы, такие же требования, как и в том году. Просто, наверное, как сказать-то правильно, чтобы меня правильно поняли. Более, ну, концентрированная работа идет больше, и тренировок больше стал. Почему? Вот мы вчера и позавчера по два раза в день тренировались, ну, в недельном цикле, как бы, ну, этого не было там в том году, например. Я знаю, как вы ездили в зал, меня уже позвонили оттуда знакомые, сказали, чтобы прервали работу зала полностью, там остановился весь женский коллектив, смотрели только на вас. Ну, я не знаю, что ты кто-то там приукрашивает, я не знаю, мы пришли как профессионалы, отработали, поделились на группы тренера, нами были довольны, ну, Ильша от кого поставил там, ребят. Все профессионально оттренировались, никто с женским полом там даже не общался, даже, я там на самом деле даже не... Так дело не в общении, они на вас там смотрели и забыли обо всем. Ну, это уже не к нам вопрос, это уже, я не знаю, к природе, я не знаю, к родителям, потому что мы не на вас еще. Костя, поговорим о старте сезона, с Тюменью он выдался не совсем удачно, что произошло, что пошло не так? Что произошло не так? Я, во-первых, думаю, что, ну, это сугубо мое мнение, да. Мне кажется, чересчур команда перенастроилась, потому что, я говорю, выходили из раздевалки, там, ну, искры летели, как бы, мы были очень заряжены все. Я думаю, чересчур мы перенастроились. Перегорели? Да нет, ну, не перегорели, мы все уже, как бы, опытные ребята, да, но мы люди все равно, как ни крути. Я думаю, даже у топ-футболиста какого-то спроси, он все равно тоже бывает, где-то у него сдвигается, знаешь, то, что он хочет и что получается в итоге. Но, я думаю, что мы перегорели, ну, перенастроились очень сильно, потому что первый тайм был очень скомканный. Мы играли не в тот футбол, который от нас требует, там, главный тренер, да, у нас мяч туда летел, они нам его обратно, мы его туда, в том числе и я. Где-то мог хладнокровнее сыграть, знаешь, там, где-то игра идет, бум-бам, я должен был где-то, были моменты, где я должен был опустить мяч, да, найти своего футболиста, и мы там могли бы что-то завязать. Но из-за какого-то, наверное, волнения, это я не оправдываю себя, я с этим не справился. Я думаю, как и многие ребята, потому что в плане только эмоциональном я имею в виду, что перегорели и с этими эмоциями не справились. Потому что у нас много ребят, которые поиграли на хорошем уровне, да, и даже они где-то били мяч этот не от того, что они не умеют, или им не объяснили, или они не понимают. Вопросы, я говорю, это чисто такой эмоциональный, я думаю. Красночерных ждет тяжелый выезд. Готова ли команда к такому серьезному противостоянию? Ну, конечно. Лучше, знаешь, вопрос ставить, готовы ли эти команды, потому что, я говорю, ментально надо быть выше этого всего. Это не... У нас так привыкло, знаешь, все время куда-то там едешь, ну, я имею в виду в футболе, да, там будет тяжело, а там это... Да нет, это им должно быть тяжело с нами, не нам. Там, да, это не просто будет. Во-первых, мы будем неделю, да, на выезде, без там... Для кого-то это может тяжело, там, без семьи, там, да, без детей, без жен. Ну, мы едем туда за результатом. Я помню, в том году это было, правда, два непростых выезда. Вот, будет нелегко, но я уверен в каждом из нас, что все будет хорошо. Костя, у тебя такое уютное жилище, все, в принципе, есть. Расскажи немножко о своем пространстве, в котором ты обитаешь. Да что, на самом деле, к тренировке пришел, лег и все, и лежит. Ничего такого, я здесь ничем не занимаюсь, ничего у меня такого интересного нет. Где дом, где жена, где дочь? Они сейчас в Крыму отдыхают, у них там, у родителей у ее дом, они там все лето проводят. На кого похожа дочка? Ну, это можно, на меня в суд они попадут, мне кажется. Все говорят, что на Сашу, ну, как бы, на Сашу, я не знаю. Вот он. Ну, тут дети меняются, но, не знаю, когда она вот только родилась, вот в роддоме, когда она только была, Ну, моя мама сказала, как бы, что прям, ну, я так маленький, ну, когда вот только, там, кто-то говорит, ну, глаза Сашиной, ну, у меня-то темные глаза, у Ивана какие они голубые или что-то, ну, не знаю. Я вот вижу, у тебя много татуировок, расскажи о них поподробнее. Что здесь изображено, надписи какие-то? Ну, вот, вообще, что касается, вот с рук я бы убрал, естественно, это я сделал, это первая татуировка моя, здесь написано «Спаси и сохрани» на итальянском, мне было, наверное, лет 17. Я очень хотел, но сейчас жалею не о смысле этого, да, а то, что она на руках, не нравится мне. Здесь у меня написано, это тоже я, это мы сделали в команде, как и хинк, с парнем, дружба здесь написано на итальянском. А что за друг у тебя такой на всю жизнь, которого ты хотел запомнить? Нет, нет, лучший друг у меня, это мы с ним дружим уже с класса, наверное, четвертого, знаем друг друга, это с моего города Володя, мы с ним, ну, это как чай моей семьи. А эту татуировку мы сделали сами, мы с ним до сих пор общаемся, он мой друг, конечно, мы играли с ним, и сейчас детский тренер в хинках, и вот у него точно такая же татуировка. Ну, просто мы решили сделать, ну, у нас все равно тесно. Вот здесь? Здесь имя, это я в Казани, когда играл, здесь просто по кругу имя мамы, папы и брата. Ну, так можно не понять, но если сразу хракшится, понятно. Ну, раздеваться я не буду. Не надо, не надо, вот еще на коленях, ну, на ногах. Здесь я давно, ну, как бы давно в голове у меня было, здесь просто написано упал, плохо видишь этот мастер, начудил, человек, который первый раз увидит, может не понять, но написано здесь упал, встань, упал еще раз, встань, и сколько вставать до смерти. Я подготовила небольшой блиц, простые вопросы, сразу же быстрые ответы. Начинаем. Со скольки лет ты в футболе? С пяти, наверное, шести не было. Когда последний раз был в родном городе? Ну, плюс-минус месяца три назад. Твой любимый предмет в школе? Никакого, наверное, история, история. История. За кого играешь в фифу? Ну, если за реал. Сколько хочешь детей? Ну, мальчик еще хочу. Любимое время дня? Ночь. Любимая марка машины? Да, да. На каком стадионе хотел бы сыграть? На открытии. Кино или театр? Кино. Шумная, веселая компания или посиделки в одиночестве? Ну, это такое... Надо ответить. Ну, надо ответить. Ну, может быть, альтернативу какую-то предложишь? Ну, по состоянию, а так, наверное, если по своему утренному состоянию, то, наверное, посиделки в одиночестве. Шампанское или виски? Виски. А крепкий брак или свободные отношения? Крепкий брак. А любимая работа или высокооплачиваемая? А любимая песня или жанр музыкальный? Шансон. Шансон. Живое общение или переписка? Живое общение. Кусок торта или упаковка чипсов? Торт. Чай или кофе? Кофе. Кошки или собаки? Собаки, обязательно. Денис, мы с Костей о тебе чуть-чуть там поговорили. И он, конечно же, сказал, что ты его лучший друг, сожитель. Он ответил на такие быстрые вопросы, на такой блиц. Ты должен мне ответить на эти вопросы, как бы ответил Костя. Начинаем. Со скольки лет Костя в футболе? Спите. Когда последний раз он был в родном городе? Тяжело. Его любимый предмет в школе? Физра, наверное. За кого он играет в ФИФУ? За Лео, наверное. Сколько хочет детей? Троих, может. Любимое время суток? Не знаю. Любимая марка машины? БМВ, наверное. На каком стадионе Костя хотел бы сыграть? На Уэмблинг. Кино и театр? Кино. Шумная, веселая компания или посиделки в одиночестве? Шумная компания, я думаю. Шампанское или виски? Виски. Крепкий брак или свободные отношения? Крепкий брак. Любимая работа или высокооплачиваемая? Высокооплачиваемая. Любимая песня или музыкальный жанр? Любимая песня? Кусок торта или упаковка чипсов? Кусок торта. Чай или кофе? Чай. Кошки или собаки? Собаки. Теперь, когда Костя полностью открылся, пришло время что-то отдать из своих вещей. Я подарю портфель. Там значок «Амкара» есть. Нам выдали экипировку такую. Давайте покажем, давайте что-то посмотрим. Совсем новый, черный, с эмблемой нашего клуба. Так что, я думаю, очень такой будет полезно где-то что-то положить, что-то отнести. Ходить на тренировку удобно, в спортзал. На тренировку, в спортзал, на какое-нибудь там, на преступление. Я решил так, что этот портфель достанется тому человеку, кто первый в комментариях угадает первую мою машину, какая была марка и какой был цвет. Так что, и заберет этот удобный, уютный, черный, красный портфель. Надеюсь, что вам понравилась наша новая рубрика. Пишите в комментарии ответы на Костин вопрос. И пишите, кого бы вы хотели видеть в следующем выпуске. С вами была Анна Крюкова. И по ходу этого сезона я открою для вас всех игроков. И они отдадут вам все свои вещи. Ну, или почти все.